Моя область исследований — сферопроводящая электроника. Она менее известна, чем полупроводниковая электроника. Прежде всего задают вопрос, зачем плоха полупроводниковая электроника, чтобы придумать какие-то новые. А новых придумано уже много. Есть млекулярная электроника, есть спинтроника, есть одна электроника. Наша электроника сверопроводящая. Прежде всего, пару слов надо сказать, какие же проблемы возникают перед полупроводниковой электроникой. Так что вот физики из разных областей пытаются придумать что-то новое. Два предела, которые достигла уже почти полупроводниковая электроника — это невозможность дальнейшего уменьшения элементов, то есть увеличение интеграции этих полупроводниковых структур, которые каждый из нас знает, что в каждом компьютере, телевизоре и так далее, они присутствуют. Второе — это очень значительное тепловыделение, которое происходит в этих самых элементах. Собственно, эти проблемы связаны, потому что отчасти потому нельзя далее уменьшать элементы, потому что они друг друга уже сильно греют. Кроме того, дальнейшее уменьшение полупроводниковой электроника приводит к тому, что наряду с теми классическими явлениями, на которых она основана, появляются уже квантовые эффекты, и они мешают обычному функционированию. До какого-то времени казалось, что нет проблем, что потребляет наш телевизор или компьютер. Например, еще одно, чем мы все пользуемся — это дата-центры. Каждая большая сейчас интернет-система, Google, Яндекс и так далее, все они имеют огромные дата-центры, куда мы, обращаясь в интернете к своей почте и так далее, сбрасываем очень много своих данных. Это мегаватты, гигаватты, если говорить о целом дата-центре и Вплоть до того, что одна из последних компаний свой дата-центр вынесла в Швецию за полярный круг, для того, чтобы не охлаждать дополнительно все свои компьютеры, а для того, чтобы сама природа, сама температура в районе нуля градуса Кельвина помогала не тратить дополнительной энергии. Теперь ближе к нашей электронике сверхпроводящей. Само слово «сверхпроводимость» говорит о том, что ток в элементах сверхпроводящих течет без сопротивления. Вопрос о тепловыделениях, о потреблении энергии, тут, конечно, значительно проще решить. Есть бинарная обычная цифровая электроника. Это фактически набор закодированных нулей и единиц. Нули, скажем, выключены, один это включено. То есть нужны переключатели и энергия, которая потребляется при каждом переключении из нуля в единицу. Вот это и, собственно, тот минимальный расход энергии, который потом умножается во много раз для совершения любой операции и таким образом определяет вот это самое потребление энергии. Рассчитан некий теоретический предел для вот такого переключения, он где-то порядка 10 в минус 21 степени джоуля. Вот сверхпроводящая электроника обеспечивает уже на одно переключение 10 в минус 19 степени джоуля, то есть всего на два порядка в сто раз выше, чем этот теоретический предел. Если говорить о полупроводниковой электронике, то обычная электроника, основанная на полевых транзисторах, которая сейчас все использует, КМОС — так называемая логика, она на одно переключение использует на пять порядков, в сто тысяч раз больше энергии, чем переключение в сверхпроводящей электронике. Самое простое, конечно, это сделать некий сверхпроводящий элемент, который в нуле, в состоянии ноль, находится в сверхпроводящем состоянии, то есть без сопротивления. В состоянии единицы происходит переключение в состояние резистивное, где есть сопротивление, и такие переключатели существуют. В 1983 году IBM пыталась сделать компьютеры на таком принципе. Сейчас придуманной, мы этим занимаемся, гораздо более изящная сверхпроводящая электроника — это так называемая одноквантовая или по-английски rapid single-flux quantum логика, которая оперирует не с приключениями, а с манипулированием квантами магнитного потока. Здесь надо остановиться и сказать, что это уже квантовая механика. В квантовой механике существует дуализм — частица волна. Здесь уже надо говорить о волне. Если представить некое колечко из сверхпроводника, то можно считать, что когда ток течет по колечку, у вас движутся одиночные электроны, а можно представить, что это волна с периодом, с фазой. О волне уже нельзя сказать. Находится она в этой точке кольца или в другой, то есть она должна быть однозначно при обходе по этому кольцу. Это означает, что на длине этого кольца должно вместиться целое число длин волн этой самой волны. Это обязательство иметь целое число длин волн, то есть увеличить можно только вставив еще одну целую волну, приводит к квантованию. В нашем случае это наиболее интересно, потому что сверхпроводимость — макроскопическое квантовое явление, то есть там все электроны в довольно больших кусках сверхпроводника описываются вот этой единой волной. И поэтому, если вы даже сделаете сантиметровое колечко, то в нем тоже возникнет квантование, и нас интересует квантование магнитного потока. То есть поле умноженное на площадь кольца — это магнитный поток. Вот таких магнитных потоков в таком кольце должно быть целое число. И вот это очень удобное свойство, потому что если сделать кольцо не слишком массивным, потому что в массивном кольце поток будет сохраняться и не меняться, нам нужно еще устроить некие слабые звенья в этом колечке, через которые этот поток будет проникать, пробулькивать вот этими самыми квантами магнитного потока. И теперь, если эти колечки представить в виде некой лестницы, представьте, что это квадратные колечки, которые связаны в некую цепь, тогда можно этот квант потока передавать из ячейки в ячейку, и создавать логические структуры. И они созданы. Но вот впервые о такой электронике заговорили в 80-х годах, заговорили у нас, тогда в Советском Союзе. Это был Московский университет, физический факультет, и профессор Лихарев, который, к сожалению, потом уехал в Америку, и там в университете Стонебрук продолжал эти исследования. В России тоже осталось несколько групп, которые этим занимаются, и вот все вместе, собственно, это комьюнити такое уже мировое не потеряно, все решают проблемы, которые есть у этой электроники. Ну, сначала я скажу, наверное, все-таки о преимуществах, а потом о проблемах. Преимущество то, что, во-первых, вот она очень низко, как говорят, диссипативная, то есть потребляет малая энергия, значит, она очень быстрая, то есть фактически вот такой стандартный сверхпроводящий элемент необий, который переходит в сверхпроводящий состояние ниже 9 градусов Кельвина, вот на нем можно организовать электронику с тактовой частотой сотни гигагерц. То есть, если вы смотрите на переднюю панель своего компьютера, то можете увидеть, что там вот самый лучший компьютер — это единицы гигагерц. Гига — это 10 в девятой степени герц. Таким образом, можно значительно увеличить тактовую частоту, то есть производительность компьютера, что, в общем, уже фактически невозможно в обычной полупроводниковой логике. Это значит все преимущества, и поэтому в последнее время сверхпроводящая электроника привлекает большое внимание. В 2012 году была объявлена американская программа по реализации сверхпроводящего квантового компьютера, и там две проблемы — процессор достаточно небольшой и память, которая соответствует этой электронике. Вот, собственно, чем теперь, можно сказать, занимаемся мы в наших институтах. Основное мое место работы и лаборатории находится в Черноголовке в Институте физики твердого тела Российской Академии наук. Я также веду проект в Московском институте стали и сплавов. Все вместе мы решаем проблемы той электроники, о которой я сказал — цифровой сверхпроводящей электроники, сверхбыстрой, сверхэнергоэффективной. Кроме того, также занимаемся и квантовой электроникой, то есть сверхпроводящими кубитами, которые — основа будущего квантового компьютера. Вот, собственно, две темы. И по первой теме — по цифровым компьютерам, по цифровой логике — это вот надо решить две проблемы. Первая проблема — уменьшить размер базовой ячейки, а пока она еще в этой электронике довольно большая, и вторая — создать небольшую емкую память, которая с этой электроникой хорошо совместима. В этом смысле нам придуман абсолютно новый элемент сверхпроводящей электроники. Вся сверхпроводящая электроника основана на этих слабых звеньях, которые вставляют в это колечко. Обычно Джессонский переход — это два сверхпроводника, между которыми очень тонкий туннельный диэлектрический барьер. Мы же используем в своих новых элементах ферромагнетик. Обычно ферромагнетик старается не приближать к сверхпроводнику, потому что это антиподы в смысле спинового состояния, в смысле магнитных моментов. Но вот оказывается, если этот ферромагнетик сделать достаточно слабым, то есть с небольшим магнетизмом, то приобретают эти самые сверхпроводящие электроны особые свойства, и эти свойства можно использовать и для того, чтобы вставлять элемент в ячейку стандартной логики. Это две проблемы, над которыми мы трудимся в смысле цифровой логики, а в смысле квантовой логики, то есть кубитов — компьютер будущего. Мы также используем в данном случае очень маленькие туннельные джетсонские переходы, где возможна квантовая эволюция, которую можно использовать для квантовых алгоритмов, но также используем наши переходы с ферромагнетиками, которые тоже полезны в этой логике. В основном эти две темы мы сейчас разрабатываем. procent середина — с вами был Игорь Негода. Маслина Продолжение следует...